так всем привет давайте начинать наверно так меня такой вопрос правда ли что все кто здесь находится вы не проходили курс компиляторов напишите плюсик если не проходили класс окей тогда тогда нам есть чем поговорить смотрите мы сегодня вообще на лекции должны были поговорить про какие-то способы там задания языков вот но лекция не состоялась поэтому сразу перейдем к практической части где поговорим о том что есть два таких фреймворка который называется флекс и бизон иногда вместо флекса еще случается раджель но мы его не рассмотрим они примерно все одинаковые вот наверное у всех у вас был курс формалок если вы вспомнили видимо и на курсе формалок вы изучали некоторые виды языков как можно задавать и наверное вы помните что бывают такие языки которые называются контекстно свободные вот большинство языков с которыми мы работаем они на самом деле контекстно свободны ну в плане там парсинга для нас например в случае когда мы там пишем какой-то программирование если мы там делаем компилятор для какого-то языка или интерпретатора то вот язык обычно выражается как контекстно свободный у нас же с вами задача в нашем поиске или там базовых данных будет заключаться в том что мы хотим сделать некоторый язык запросов который будет по сути нам сдавать наше выражение что мы хотим сделать с каким-то там поисковыми индексами что мы хотим сделать таблицами и прочим 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 вот таким языком вы сталкивались например называется SQL и вот SQL тоже внезапно является контекстно свободным языком так вот поговорим из чего состоит вообще некоторый парсинг наш парсинг делится на две составляющие первое это токенизация а второй это уже как раз разбор контекста свободной грамматики кто может сказать зачем нам нужна токенизация а не почему бы сразу какую-то пустую строку взять начать разбирать может чтобы пробелы убрать сразу перенос строки все такое ну во первых да во первых в исходной строке с которой мы будем работать там сейчас куча всякого мусора который на самом деле является на такой более нижнем уровне абстракции чем должен работать какой-то парсер то есть наверное не очень хотим было сам парсинг вносить такие детали по поводу мусора но во вторых еще можно сказать что только всякие там лишние пробелы переноса строки является более низкой абстракции а еще то что ну вот сами буквы они тоже являются не очень высокой абстракции почему так потому что если бы нам было всегда достаточно что мы можем считать одним токеном это последовательность непробельных символов то есть если мы могли бы сказать что любой токенайзер должен делать следующее что мы должны взять разбить на пробелы получим какой-то там список строк непустых без пробелов и переносов и вот у нас токены это тоже не всегда удобно потому что мы можем захотеть представлять в виде токенов какие-то более сложные вещи например мы захотим представлять в виде токенов число вот как вы знаете да чтобы проверить является числом или нет какая-то строка да мы можем зайку то регулярное выражение вот но и тут надо быть немножко аккуратным почему потому что если мы напишем просто какое-то регулярное выражение какого-то такого вида что у нас просто будет 0 9 плюс на то это будет плохо потому что тогда у нас будут поддерживаться строки вот такого вот вида что самом деле мы не очень хотим чтобы они являлись чистыми вот и поэтому хочется написать какой-то свой токенайзер который как раз по такой вот строке будет означать последовательность токенов то есть например там нам вернется скажет что будет у нас интеджер потом скажет плюс символ какой-то да плюс интеджер вот и мы хотим уже вот какие-то такие вещи передавать уже в парсер которые вот из этого уже построит ну некоторое разобранное выражение так сказать что разобранное выражение что грим чуть позже это понятно да наверное теперь хочется поговорить о том вот у нас есть парсер который будет скармливаться ему будет вот такая ответственность токенов что же он будет возвращать как вы думаете как делать запрос схема на какое-то дерево видим да дерево разбор да нам говорят о сц дерево разбора но вот что является деревом разбора это по сути давайте сразу откроем какой-нибудь файлик бизона пока про него говорить не будем но я не помню я все посносил нет я не все прямо посносил окей вот например вот это уже некоторый синтаксис бизона это движка который парсит и вот тут можно заметить некоторое правило которое говорит о том что на самом деле у нас разобранным выражением будет являться кури запрос а сам кури в свою очередь может разбираться в что в там какие-то select query в insert query и так далее у нас правило так будут как-то задаваться это вот некоторые правила задания этой свободно-контекстной грамматики вот не будем входить в какой-то формализм математически да то есть кто помнит этот формат у нас там в отделе специально отдельные там термин терм да и вот всякие такие штуки поговорим немного с более прикладной части что на самом деле нам вернется некоторое дерево которое будет говорить о том какие вот вершинки этого правила они применились и разобрались ну то есть если совсем какой-то банальный пример посмотреть если у нас есть какое-то выражение там вида 2 умножить на 7 плюс 3 то вот можно заметить что слева будет видно asc дерево вот то есть у нас будут вот некоторые такой разобранный процесс того как выглядит это выражение как оно разбиралось нашим парсером входит момент он первым делом когда посмотрел на выражение взял плюсик сказал что все левое что от плюса стоит это какое-то другое выражение которое надо разобрать по правилам нашей грамматики то что справа будет тройка это вот asc дерево то которым их всем смогли получить на выход и с помощью него достаточно несложно уже работать вот например если мы хотим взять и написать свой калькулятор да вот мы передали вот такую штуку любые произвольные выражения там с плюсом умножить допустим только и получили на выход asc как теперь мы можем найти результат этого выражения ну рекурсивно вычислить слева по дереву ну да будет да да то есть такая будет элементарная динамика по деревьям то что когда мы видим какой-то экспрессион мы рекурсивно запрашиваем вычисление вот левого правого потом суммируем результат в случае когда мы приходим какой-то в лист то это уже является каким-то токеном который является числом его дальше вычислять не нужно мы можем вернуть обратно окей вот справа выглядит уже parse 3 это более формально по сути часть того как производит разбор но мы будем работать именно cst окей теперь когда мы поговорили про какую-то мотивацию как это выглядит надо загнуть на сами движки чтобы понять как нам будет все это дело писать сначала поговорим про токенайзер вот токенайзером у нас является как я говорил уже flex также и срагель напоминаю про который тоже можно посмотреть а сам токенайзер называется следующим образом смотрите сначала мы можем начали знать некоторые секции того какие инклуды мы хотим сюда произвести то есть какие по сути класса нам могут понадобиться это не си не с плюс плюс да это некоторый специальный язык который здесь написан но при этом так как этот движок компилирует код для си си плюс плюс то на самом деле тут есть некоторая поддержка этого допустим нам внутри в токенайзере захотеться какая-то функция из какой-то нашей самописный либо или не самописный да просто и стандартный и поэтому можем делать некоторые клубы вот они оборачиваются некоторые такой проценты скобочка окей потом мы можем указать например на комиссии мы си плюс или си можем указать название класса который будет генерироваться который сам будет токенайзером мы хотим чтобы класс назывался сканер и дальше можно взять какие-то вспомогательные функции которые поговорим чуть позже а именно их define окей это пропустим дальше мы можем воспользоваться силой регулярных выражений вот допустим мы хотим как раз подобрать число ну вот тут вот число позволяет задаваться помощью нолика это не очень хорошо но мы можем сделать свой некоторый алиас сказать что в дальнейшем в коде мы будем использовать int и это будет означать вот такая вот регулярное выражение вот а дальше же самое интересное мы хотим произвести на свет токены и для токенов мы тоже будем задавать правила а именно правило будем называть следующее то что мы можем вот в этой секции сначала писать как раз ту последний силу в которой встречает токенайзер а потом действие которое нужно совершить что это значит это означает следующее что токенайзер штука которая она работает в стриминге то есть она не может загадывать в будущее она обрабатывает последовательность токенов если что-то в данный момент замачивалось то она возвращает какой-то токен конкретный вот тут мы говорим следующее правило что если мы встретили сейчас какую-то посредственность пробельных символов бланка который мы объявили выше это любой символ либо пробел либо tab либо карет кр то мы говорим что это надо пропустить ничего мы с этим не делаем на самом деле не совсем не делаем мы тут используем некоторый лог лог это вспомогательный класс который позволяет делать location то есть отслеживать где именно мы сейчас во время парсинга находимся для чего это нужно допустим произошла какая-то ошибка разбора пользователь ошибся в ком-то токене и просто ему сказать что ты неправ написал какой-то некорректный выражение это не очень хорошо мы хотим ему сделать некоторую подсказку того где он именно ошибся да и вот с помощью того location который по сути будет обрабатывать ошибку во время сначала как минимум парсинга да просто таки токенизации мы сможем найти и сказать пользователю обратный фидбэк того где он накосячил вот потом мы можем делать уже какие-то отдельные токены которые являются каким-то строчками то есть например там открывающая кавычка ой не кавычка скобочка открывающиеся вот это вот все что-то важно еще сказать вот заметить что как различаются правила задания наших вспомогательных правил и как именно сами токены вот когда мы пишем просто без фигурных скобочек да то можно дать вот такое правило в любом месте считайте нашего объявления а когда мы используем такие кавычки это означает что мы уже даем какой-то токен и справа будет правило его разбора и отлично и что здесь происходит мы говорим о том что если мы сейчас встретили какую-то там открывающую скобку в которой мы хотим чтобы токен мы вызываем функцию make parcel lparan да то есть то что это будет токен левые открывающие скобки и вот в эту функцию вспомогательную которая сконструирует нам токен мы передаем этот класс лог чтобы определить в каком месте именно эту открывающую скобку мы распарсили такие вот дела дальше мы можем написать некоторые вспомогательные функции которые нам будут делать токены для например создания чисел вот например свою функцию make number где мы сюда можем писать код как мы создаем число и когда мы его создали то вызвать вот эта вот как раз функция понятно да то есть у нас есть правило int которая говорит о том что последовательности из цифр она взывает make number а make number мы создаем сами вот тут пишем то что сюда приходит это объект tps и вот локейшн тут есть какие-то вопросы так наверно все очень подробно окей из интересного вот смотрите такой момент вот flex и раджель они не умеют работать с эти 8 токенами а поисковик который мы с вами делаем мы делаем его на основе русских документов вот мы индексируем все это дело и получается что по дефолту если мы будем писать какой-то наш match оператор который будет по сути указывать почему мы ищем и все это русские буквы то мы просто не сможем распарсить данную последовательность токенов что с этим делать как научить поддерживать русский язык ну даже я в ходе оставил специальное место где вы должны это будет писать мы должны будем писать не просто поддержку русского языка поешь вообще у тебя 8 что можно было сказать по любым эти 8 символов как же это нам сделать никого нет и день окей как вообще выражается эти 8 не обязательно прям строго по форму формата но вообще ну то есть как он выглядит примерно начальный байт с указанием сколько байт для данного символа в префиксе и дальше какое-то количество байт которые чисто с информацией кодирования максимум 4 ну у нас есть это последний срун окей а немного ли байта для того чтобы записывать его длину там 0 или 110 если 2 нужно ну короче количество единиц вначале это сколько нужно будет байт ага окей да это уже что-то больше похоже на правду там мы смотрим на битике и мне казалось на самом деле что вы сейчас меня оба обманываете давайте поправьте меня если я не прав но вообще там вроде должно идти что-то типа следующее что если у нас там первый битик это единичка то это означает на том что этот руна которую мы рассматриваем в видео 8 не называется руна байта она не финальная а если ноль и кто финальный мне казалось там такая главная идея не там на первой руне может быть то есть одна единица это значит не первая руна а если две единицы это значит что всего рун будет 2 а вот так вот да да я первым последний нескольких битиков да вот это кстати это похоже на правду да 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 все 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 правильно ты говоришь вот если у нас там в первой руне да будет идти количество первых битиков которые будут говорить о том сколько у нас всего рун окей вот и на самом деле вот такой вот язык по сути который там нам за этот последний срун мы можем задать в виде внезапно регулярного выражения пам-пам и давайте просто вот тут вот напишем некоторую регулярку которая будет говорить о том что это и те 8 строка линия 8 и мы наверное можем даже и давайте сразу покажу это дело потом сами найдете вот некоторый пример того как ребята делают кодирование youtube 8 вот ну то есть тут на самом деле ничего особо идейного да то есть если так просто посмотреть то мы как раз кодируем какая у нас одна руна может быть и какая у нас фронтальная руна того что если наш стоит из трех из четырех или из двух вот видим как раз вот да вот эта первая руна она просто встречает от того что вот тут вот должно там быть 2 единички вначале тут три единички тут 4 вот и после этого мы записали вот юэни как раз он сохраняет того что мы можем любой у тебя 8 токен хранить вот и если мы это вставим то на самом деле наш код научится поддержку у тебя 8 отлично это по поводу токенайзера тут наверное все должно быть понятно теперь поговорим по поводу самого парсера выглядит на самом деле не сложнее для этого у нас есть специальный файлик который называется parser.y который все хранит к распространению парсера что здесь важно надо сказать важно сказать надо следующее то что мы сначала должны сказать какие у нас вообще есть токены это те токены которые мы будем получать по сути от токенайзера вот откуда в токенайзере взялось make elparm да откуда потому что на самом деле токенайзер взглянул в наш парсер увидел что нашему токену да нужны нашему парсеру нужны вот такие вот токены и парсер донировал некоторые специальные дефинишные вот эти вот функции которые для того чтобы создать этот токен и вот уже сканер берет и использует эти функции и возвращает типы токенов такие которые понятны парсеру понятно то есть еще раз то есть логика какая то есть парсер сделал некоторые дефинишны они как раз генерировали во время того как парсер когда генерировался а сканер их подключил и ему поэтому доступны вот эти вот функции которые создают токен того типа который парсер распознает два раза повторил но это должно быть понятно а вот там есть make number это дефолтное нет смотри а вот make number я его вначале показывал то что смотри вот так мы сделали make number свой дефинишн сказали что в будущем эта функция объявится то есть ее парсер не сгенерировал и вот если посмотреть то ее возвращаемый тип данных он не тип данных лексера токенайзера а вон тип данных именно парсера мы поэтому руками сгенерировали дефинишн этой функции а вот уже ниже ее сгенерировали сами но мы тут используем парсер make number все равно так это же наш написанный а ты про это что ли а смотри это 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 что-то странное потому что сейчас давай посмотрим у нас есть какой-то number а да вот да вот смотри да да вот почему у нас есть вот этот вот именно от интер потому что да мы его тут ниже сказали что у нас есть токен который будет энтовый это будет номер и вот для инта создание у нас есть такой дефинишн а вот для строки с чем работает на самом деле токенайзер у нас нету поэтому мы делаем такую обертку того что передаем туда строку эту строку здесь превращаем в инд и уже используем то что есть коди финишн вот так туда понятно да спасибо осознал а супер вот и мы тут генерируем эти токены которые нам нужны вот тут вот и записываем вот в чем разница да как раз вот почему например тут мы пишем вот так вот токена тут пишем в соберении никого типа потому что есть некоторые токены служебные которые нам значение не нужны их а есть токены которые нам интересно что они содержат вот например оттеки числа код это как раз будет строка который будет жать запросе ну тут все в стране должно быть смотри на самом деле просто можно стринг потому что стринг как бы часто воспринимают как просто последний с байт а строка распарсится в стринге просто а потом эту строку можете перевести в стринг внутри своего движка просто не очень клево делать еще зависимости по стрингу внутри вот это вот потому что партер на самом деле и так это кениазер они должны все-таки работать видео просто какой-то последний сети байт они в каких-то более сложных потому что вы стринге 1 то штука которая insane или очень плохо и вот допустим если бы cinq myself и свой реальный движок которое в продакшене будет использоваться вы стрель что сколько использовать опломатыйnya него от него же хотим извариться когда будем избавляться то есть вам придется чуть лиц сам партийры это будет не очень права поэтому здесь все просто string а потом у нас идут термой термы это вот некоторые правила которые будут развертываться внутри процесса нашего парсинга. Вот тут это термы, которые вам могут пригодиться, которые я закомментировал. Потом, 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 потом у нас есть еще такая штука, что вот этот локейшн, который мы передавали в токены, он на самом деле неспроста. Напомню, вот тут мы передавали этот лок. Внутри парсера вы тоже можете обращаться к нему. Я сделал некоторую подсказку, как это надо делать. То есть вы можете у любого там терма указать некоторый set location. Того, по сути, где этот терм, ну, начал парситься. И это тоже нужно для того, что если там, допустим, вы не совершили никакую ошибку в токене, но при этом совершили в разборе, там, я не знаю, написали как-то странный select, select, чтобы тоже была ошибка и написалось, где она рядом находится. Но это так не обязательно будет делать, но вот можно. Что важно сказать, типичные ошибки, которые бывают. Представьте, что вы захотели сделать токен, закрывающая скобка, да, как вы сейчас сделали, а потом захотели сделать еще один вот такой вот токен. Вот как вы думаете, какая проблема вас ждет? Надо раньше его поставить. Надо раньше, да. И вот на это вы будете натыкаться и всегда помните, что токенайзер тупой, и то, как вы выставили порядок объявления токенов, он на самом деле важный. Потому что, по сути, токенайзер будет пытаться подставлять любое правило сверху вниз. Если вы реально писали там в разборе две закрывающие скобочки, то он просто в первый раз зайдет досюда, распарсит, второй раз зайдет досюда, распарсит, все будет не ок. Поэтому, если вы хотите сделать правило, которое одно является предусмотренным другим, то более длинное правило надо выставлять выше. И тогда это уже все будет работать. Потому что, что произойдет? Мы там, допустим, действительно писали одну скобочку правую, пойдем вниз, увидим, что он сейчас это распарсить не может. И то, что дальше тоже нет закрывающей скобки, и он на это забьет. И пойдет сюда. Ага. Так. Что тут еще надо сказать? Еще. Какие тут бывают ошибки? Наверное, из основных пока никаких. Также еще посмотрим на то, что у нас вот эти все термы, которые мы объявили, у них есть тоже некоторый тип. Это вот тип терма, по сути. Куда будет сохранен результат выражения терма? Что же это за тип ASC такой? ASC никакого магического нету, который нам представляет Flex и Bizon, поэтому мы пишем их сами. Для этого есть файлик ASC.cpp и ASC.h. Обычно принято писать что-то типа такого. У нас есть некоторый инамчик, который нам говорит ASC type. У нас там может быть name, string, number, list, может быть просто какой-то, не знаю, там, select. То есть любые термы, которые у вас будут в коде. Вот вы пишете их типы. Дальше вы объявляете структуру ASC, в которой есть структуальный деструктор, и она принимает на вход тип. Ну, понятно, после взялся в классическую тему, там, для каждого n-terma, который у вас есть, вы наследуетесь от этого ASC и определяете его конструктор. Также еще обычно делают какие-то структуальные функции, потому что мне очень приятно каждый раз писать вот всякие конструкторы от number, string и так далее. Иногда делают объявление структуальной функции new name, new string, это как, по сути, make pair. Для чего это нужно? Чтобы у вас была такая полимартизм максималка, да, то есть какая-то такая фабрика, которая на самом деле скрывает реальный тип ASC токена, который будет, и она возвращает вам сразу shared.ptr и tst. Кто-нибудь знает, чем это хорошо с точки зрения для компилятора? Ну, не знаете, не знаете, об этом поговорю, наверное, чуть позже. Хочется показать некоторый пример, но, наверное, попозже тогда. Ладно. Потом, что у нас еще есть? Давайте составляем на definition каких-то таких функций, что они у нас делают? Они вот у нас принимают на вход просто make shared. Вот, например, мы создаем string, и мы передаем ASC токенам нужные и передаем значение. Ну, ничего интересного. так, отлично, на ASC посмотрели. Также пишутся некоторые вспомогательные функции eval, которые как раз тут будут вычисляться некоторые функции, которые обходят наше ASC дерево. То есть, опять-таки, в том примере, который мы здесь смотрим, по сути, по сути, штука, которая занимается тем, что обходит вот это вот дерево, да, это какой-то у нас висон DFS. Часто используется некоторый такой паттерн visitor. Вы про него знаете? Для обхода по деревьям. Да, это, ну, это вроде просто обход. Да, это просто обход, где... Давайте некоторый интерфейс напишем, пусть у нас есть какое-то дерево. ну, ладно, окей, давайте напишем, да. И у нас есть некоторый visitor. И у нас, допустим, вот эти все... Ну, давайте node будет. Node. Node. Base node. И node у нас наследуется от Base node. И у нас с вами есть метод, который выглядит как и так примерно. VoidVisit от какого-то там visitor, например. Вот, тут есть какое-то объявление. Что здесь происходит? Обычно в коде пишут примерно следующим образом, что у нас, допустим, есть какая-то node. У нас есть какой-то visitor. Мы говорим, что node.visit от v. Тут мы, в сути, запускаем некоторых DFS. По сути, на чем удобен этот паттерн? Что здесь происходит? Пусть у нас есть какое-то поддерево, которое вот сейчас выражается с помощью node. Мы у него вызываем visit и придем туда v. И теперь сама эта node будет ответственна за то, чтобы взять и, во-первых, сделать так, чтобы visitor теперь посетил всех ее поддеревьев. То есть, допустим, у нас у node есть какие-то там указатели на struct another node. и у нас где-то тут и не лежат. Another node 1 и 2. Окей. И мы сделаем что-то типа такого же. Вот. Visit. Visitor.visitor.visit. Да, сейчас немного странных происходит. Но сейчас, думаю, станет чуть понятнее. Ну, например, мы можем что-то типа такого сделать. То есть, смотри, мы пишем немного как-то странно на DFS, но для чего мы его так делаем? Для того, чтобы у нас с вами был некоторый node, который глядит по дереву. Мы когда вызываем visit, то ее как бы посещает вот этот наш visitor. А потом мы можем взять и заставить visitor опустить ее по деревьям. И вот такая вот будет цепочка, когда, по сути, каждый раз будет триггериться то, что какой-то поддерево говорит visitor опустить там своих детей, да, и visitor заходит в них и потом посещает. И вот так мы можем входить такой DFS обход. Но почему это хорошо? Потому что это такой удобный паттерн того, что мы можем написать один DFS для всех каких-то целей. И visitor это будет некоторый base класс, который потом мы их можем по-разному реализовывать. Например, у нас будут всякие visitor вал, когда мы хотим взять и вычислить какое-то арифметическое выражение. У нас может быть visitor print3, который будет печатать. И вне зависимости от того, какой visitor мы передаем, мы можем всегда просто вызывать node visit, передаем туда какой-то visitor, и происходит работа, которая независима. Плохо объяснил, но понятно в общем чертах, для чего это нужно. Именно в этой реализации немного непонятно, что первая нода не обходится. Да, это не очень хорошо. На самом деле, надо написать что-то типа v.visit node. Да, вот надо что-то типа такого написать. И еще важным уточнением, если вдруг вы будете писать в такой концепции, то надо указывать для этих нод friend классы. То есть надо написать в нодах, что у них есть friend visitor и вау. Friend для того, чтобы вот visitor, когда у него вызывается этот метод visit от node, он смог посмотреть какие-то приватные поля, вдруг если это вам нужно. Если у вас все с тракта, то тогда это не надо. Вот, теперь качество экономичной реализации. Напишите плюсик, что все не умерли со скуки, все нормально и можно все понятно, супер. Окей, про visitor мы поговорили, это происходит в Kivali, а потом что у нас тут еще есть, у нас с вами есть еще драйвер, ну драйвер это просто уже такая чуть более высокая аттракция, которая просто теперь все это в одну кучу собирает и начинает как-то парсить. Для этого у нас есть простой интерфейс, который может создать некоторый драйвер, можем прям вот вызвать какой-то парс, что делает парс, парс принимает на вход строку, которую мы хотим распарсить, дальше мы интервизируем location, чтобы интервизировать location, нам нужно передать по сути указатель начала этой строки, и он начинает, ну то есть памяти, и после этого мы называем некоторый scan begin, который устанавливает некоторые флаги специальные для сканера, драйвер, да, он хранит в себе как сам парсер, так и сам сканер, вот эти классы, которые мы сгенерировали для токенизации парсинга, и дальше что мы делаем, вызываем scan begin, который конфигурирует все это дело, и вызываем просто парсер, да, как бы тупо не звучало, то есть как это будет работать, внутри парсера есть указатель на сканер, и мы готовим сканер от строки, вот тут его настраиваем, мы передаем туда строку саму, и дальше парсер уже сам, когда мы его вызываем, будет дергать методы сканера, получать токены, их обрабатывать, и нам что-то вырубить. Вот. Такие дела. Ну, примерно все. Это то, что про flex и bizon. Что мы можем сейчас еще сделать? Если хотите, мы можем попробовать для тех, кому вдруг что-то чуть-чуть непонятно, можем попробовать внутри парсера что-то написать пару правил и попробовать распарсить. Кто-то хочет такое или все понятно, лучше с вами потом подбишем. Да, примерчик напишем. Да, давайте напишем примерчик. Отлично. Ну, давайте сделаем какой-нибудь тупой select запрос, который будет парсить, не знаю, select all from что-то. Проверим, что у нас есть все токены, которые нам нужны. From у нас есть токен, select у нас есть токен. Супер. Давайте вот у нас есть query, которая сейчас говорит о том, что drive парс равняется с 2 ptr. То есть пока еще все плохо. Что мы сделаем? Мы вот эту штуку теперь снесем и напишем, что query на самом деле равняется select query. Нам нужно определить, что такое select query. Пишем ниже select query. Это на самом деле некоторый терм, который мы сейчас раскомментируем. И мы раскомментируем просто query. Это два таких терма. Отлично. Теперь говорим правила разбора select query. Select query это у нас будет некоторый select. Вот почему я тут пишу в таких кавычках просто select, а не какой-то токен. Потому что тут когда мы объявляли, мы после каждого названия токена системного писали некоторый alias. Это тот alias, который нам позволяет писать именно так в нашем разборе выражений. Мы написали тут какой-то select. Теперь мы говорим, что пока будет только звездочка. И дальше from. И тут мы хотим уже наверное не какие-то системные варианты писать, а какое-то название. У нас есть специальный токен, который говорит нам название любую строку произвольную. Давайте так напишем. Это будет name. И в конце после какого-то запроса у нас должна идти точка запятой. endline. Давайте мы ее запишем. Теперь когда мы написали одно правило для разбора, нам нужно что с вами сделать? Нам нужно теперь как-то создать IST-дерево. IST-дерево создается в этих кавычках. Давайте посмотрим. Теперь полезем в IST и видим, что в IST у нас ничего нет для SELECT. Нам нужно написать свой новый класс. Поэтому возьмем и напишем его. У нас будет struct SELECT, который будет наследоваться от public IST. И что он все должен будет сейчас сохранить. Пока у нас только один вид запросов, давайте будущее смотреть не будем. Итеративно будем дописывать этот класс. И будем хранить только одну строку, которая будет говорить индекс name. Допустим, так мы назовем. И у нас будет конструктор SELECT, который будет принимать одну строку, которая будет называться индекс name. вот, в целом наверное все пока. Теперь запишем тоже всякие helperer, у нас будет share ptr AST, который будет возвращать new SELECT. И он будет принимать строку SIN. Ага, теперь нам нужно все это дело как-то объявить. Да, вот тут еще такая полезная штука есть, ну, скобочек очень сильно полезная, то, что в разборе нам понадобится очень часто кастовать один тип shared pointer к другому, то есть обычно придется в каких случаях делать? Из базового shared pointer превращать в какой-то уже нормальный, да, и поэтому будет вот такая вот некоторая функция AS, которая просто краткий ALICE для динамик pointer каста. Вот. Окей, что мы теперь сделаем еще? Ну, еще мы теперь объявим эти функции, напишем сюда вот что такое sd sd и нам нужно передать на самом деле два аргумента, то есть первым мы передаем чип токена, который будет st type select, и у нас его пока тоже нет, мы его запишем сверху. И вторым аргументом передадим индекс name. Супер, мы написали некоторые нам ALICE, что он рукается? Что-то мы, наверное, не дописали в типах. А, мы не объявили конструктор, например, да? У тебя вряд ли он на это рукается. Так, надо убрать штуку. Конструктор объявим тут. Select, от select, st, а, ну да, конечно, я что-то глупо сидел. Прямо в конструкторе мы сами скажем, да, у базового класса, вот напомню, что у нас у st есть поле st type, который хранит краски, pts, c ноды, и мы прямо в конструкторе запишем сюда, что это будет select, и скажем, что index name от index name. все, теперь кажется, что-то адекватное, да, супер, теперь, когда мы это сделали, мы должны с вами вот тут вот написать следующее выражение, которое скажет, что равняется, new select, объект, вот, вот, так, видимо, синяческая индексация, раз, два, три, четыре, так, что же я сейчас здесь написал, я написал следующее, то, что, вот, telegram, уходим, вот, то, что, когда мы пишем 2 доллара, это означает, что вот текущая st нода, в которой мы находимся, то есть вот st нода, которая хочет построиться для select query, она будет равна такому-то, то есть для этого терма, мы говорим, что вот текущий терм, который мы сейчас строим, будет равняться вот, выдавая эту функцию, new select, также теперь к каждому токенному, который здесь находится, мы можем к нему обратиться и получить его значение, вот, допустим, у нас был name, да, какой он по счету, первый, один, два, три, четвертый, и вот с помощью доллара 4 мы можем к нему обратиться и взять его значение, так как мы выше прописали, что это будет string, то нам тупо вернется string, и мы вот сюда его перенесем, вот, такие дела, так, про это сейчас чуть позже поговорим, давайте попробуем это все сейчас компилировать, чтобы хотя бы был какой-то готовый уже рабочий пример, вот тут вот есть просто main, который импортит драйвер, мы инициализируем объект драйвер, и давайте его туда передадим, передадим некоторый объект, select, звездочка, from, какие у нас там были, индексы категории 0, например, окей, и нам вернется с вами какая-то AST-нода, давайте мы ее пока печатать не будем, пока просто смотрим, что она возвращается не null.ptr, возьмем и скомпилируем, так, сейчас, ага, нужен чат, чтобы не потеряться, вот, ну нет, AST-дерво нам вернулось в null.ptr, значит, мы что-то где-то сделали не так, пойдем сюда внутрь смотреть, сейчас, подождите, мне что-то прямо трезвонит, трезвонит, так, все, все, все в порядке, так, давайте проверять, что все хорошо в парсере и в токенизаторе, что же у нас есть в парсере, select query, driver.parsed, у нас есть токен select, есть токен from, есть токен точка запятой, есть токен звездочка, идем сейчас в токенайзер, давайте посмотрим, что токенайзер нам может вернуть эти все, звездочка, ага, у нас с вами тут нет select, ага, непорядок, нам нужно с вами объявить токены для select, для from, для звездочки, они есть, давайте это и сделаем, если мы встретим какую-то строку select, если встретим строку from, и вот тут вот скажем, что return, ага, что нам еще не хватает, вот просто стринг у нас создается, давайте глянем, у нас есть с вами name, name, а name никак не создается, это тоже не парь, нет, name в dot создается, make name, отлично, и вот смотрите, вот этот момент, где мы могли сейчас, были напороться, то, что на самом деле, сейчас что произошло, что у нас select, там, from, они распарсились как name, вот если бы сейчас select, from написали ниже name, то это была бы ошибка, потому что любая произвольная строка, которая в итоге не парсится тем, что выше, она вот парсится в name, давайте попробуем теперь запустить, о, смотрите, а вот теперь айсц на самом деле, не ну, птр походу, и да, оно содержит айсц, который содержит select, а в index name он лежит категории 0, понятно, что сейчас все происходило, все хорошо, да, только можно еще раз повторить, почему мы select пишем, ну, просто select, а не токен, select еще раз, а, почему в парсере, да, вот тут вот в кавычках пишем, да, что-то не осознал, потому что, смотри, это для нашего удобства, вот тут вот выше, по сути, когда объявляли токены, мы после таба имеем право, можем им написать в кавычках какое-то название, это то название, которое мы будем иметь право внизу ссылаться на этот токен, то есть, короче, когда мы пишем вот тут вот select, на самом деле он смотрит, ага, вот для этого алиаса существует вот такое вот место, где он объявлен, и значит, это токен select, а, я понял, то есть сканер преобразовал токен, то, что мы выдали в select, в select, и теперь мы его можем так обращаться к нему, да, 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 но мы можем его вот так вот хоть назвать, и если я сейчас делаю, вот сюда вот так вот напишу, то это тоже будет select, на самом деле, ты правильно все понял, да, тогда тебя сейчас не удивило? Да, да, сейчас уже понял. А почему это сработало, мы же там в другом месте еще select, с кавычки, используем, где-то, смотри, еще раз, окей, я думаю, что все со скуки умрут, но, значит, есть что интересно увидеть, смотри, еще раз, процесс, как все происходит, у нас есть токенайзер, у которого есть строка, который сейчас эту строку обрабатывает, парсер строку исходную вообще не видит, и вот токенайзер у тебя встречает некоторую посредственность select, вот это вот, это реально посредственность символов, некие не алисы, тот посредственность символов, который встретит токенайзер, и если он ее встретит вот именно в таком вот виде, то он должен будет нам вернуть, вот эту функцию вызвать, он вызывает make select, Что делает MakeSelect? MakeSelect возвращает такой вот токен. Вот такой вот токен. Это название именно класса, который будет создан для этого токена. А именно это объект типа y parser location type. Это будет класс типа y parser symbol type. Вот такой он вернется. Все, это он зафиксировал. У нас токенайзер пришел в parser вот именно так. А дальше-дальше мы можем, то есть не всегда мы хотим писать реально вот какими-то такими заглавными буквами, да, там, не знаю, классы. Или не хотим писать elparan. Например, нам хочется реально в козе писать вот такие вот круглые скобочки для нашего понимания, потому что нам не хочется elparan писать. И мы можем делать алиасы. Это просто строчка названия, которая на самом деле никак не влияет, влияет только чисто визуально. То есть как мы на самом деле этот токен внутри своего parser назовем? Чисто для задания правил. И вот внизу, когда мы пишем в таких вот кавычках, да, это наш алиас, он раскрывается в этот класс, который находится тут. Успех? Да, все понятно, спасибо. О, Гия, класс, мы поняли. Ага. Еще вопрос мы с селек маленькими буквами написали. Что будет здесь? Оно как-то приведет его или? Давай проверим. Я вот, кстати, это хороший вопрос. Я не помню, делает ли он это по дефолту. Почему-то, мне кажется, что делает. Нет, не делает. Ну, ПТР, смотри, получили. То есть в токенайзере все строго. То есть если мы хотим писать большими буквами, то нам надо здесь как-то исхитриться. А именно как, например, можно сделать? Ну, я уверен, на самом деле, что у Рейджела есть, ой, у Рейджела-то, у Флекса есть какая-то опция, все приводит к нижнему регистру. Это надо поуглить, если хотите сами поуглить, наверное, можно. Но, как бы, вот такой вот вариант дедовский, что мы можем сделать? Мы можем написать вот так вот что-то видо, видимо. Сейчас, не очень силен в эти регулярки. Сложно. Давайте подумаем. Ну, можно сделать скупочки маленькая S, большая S. И так для каждого символа. Но это как-то очень костяк. Да, понимаете, вот не хочется так делать. Давайте загуглим. Flex lower upper. Что? Окей. Окей. А, на самом деле, можно сделать намного тупее. Мы можем смотреть, что сделать. Если нам не важен реальный регистр, возможно, когда-то будет нужен, но мы можем прямо сюда прийти. И вот тут, где строку мы кладем, мы ее можем привязать к нижнему регистру. То есть, нам не надо даже обязательно во флексе копаться. То есть, мы давайте сделаем что-то типа такого. Так. Это как-то еще более костыльно. Костыльно? Тогда у нас все именно потерлись. Ну, это... Ну, почему костыльно? Ну, типа... Ну, наверное. Мне тоже это не нравится. Ну, по крайней мере, их решение, которое они делают, мне тоже не нравится. То есть, смотри, они не как в виде какой-то опции, да, то есть, они все равно по тексту, который им передались в Ragele, ой, вот в афлекс, мы все равно как-то проходим все и его тут меняем. Так что это такое себе. Окей, давайте это как консервный вопрос оставим к там лекции, например. Но я думаю, это не прям пока фундаментально как-то важно. Единственное, что я еще хочу заострить внимание, может быть, еще какой-то более сложный примерчик напишем. Но вот, смотрите, вот есть еще такая вот вещь во время парсинга, которая говорит о том, как правильно задавать приоритет выражениям. Вот, и тут, по сути, задан такой порядок, который устанавливает правильный приоритет в арифметическом плане. Если его не указывать, то какая возникает проблема? То, что во время парсинга мы наше арифметическое выражение можем распарсить так, да, что там у кого-то сложение будет приоритет выше, чем у умножения, чего мы, естественно, не хотим. Такой есть момент. Потом есть еще момент с тем, что мы можем указывать, скелетон. Вот скелетон — это, по сути, алгоритм, с помощью которого мы парсим. Например, есть LR-алгоритмы, которые вы на формах чуть изучали. Вот тут можно там их ставить. Можно LR-алгоритм, LR-алгоритм, LR-1, LR-2, вот вариации, которые там есть. Ага, это вот из такого, что можно конфигурировать тут, интересно. Потом еще то, что хочется сказать в плане примера, это вот, ну, то есть мы сейчас написали какой-то тупой пример с Select, давайте его чуть раскроем все-таки. Например, так, как сказать, возможно, мы хотим добавить туда будет VAR. VAR, да, давайте VAR покажу немного. И что я это покажу? Давайте что-то типа такого, наверное. Вот, например, можно писать что-то типа такого. Для чего я так сделал? Смотрите, вот VAR, да, он у нас может запросить как быть, так и не быть. И мы захотим написать терм, который умеет распознавать, когда у нас есть пустая строка, да, то есть чтобы VAR всегда мог подойти. А можем написать, что когда, если VAR есть, то распознание VAR с VAR-условиями. Это ничего сложного тут нету, просто показываю пример того, что когда мы будем добавлять VAR, мы вот можем захотеть прямо вот парсить как-то пустую строку. И тогда мы скажем, что действительно вот данная стенода, которая соответствует VAR, она будет, ну, PTR. Это тоже какой-то N-терм. А вот в случае, когда у нас есть VAR, VAR и CLASS, да, то мы скажем, что вот эта штука будет равняться NewWare, да, типа от каких-то условий. Что-то такого. Это пока не компилируется, понятно, я не буду до этого доводить, а то мы так всю жизнь проведем. Но вот смотрите, у вас есть вспомогательный класс, на самом деле хороший, который называется... Как же он называется у нас? Он называется VST лежит, он называется LIST. Вот это как раз класс, которым полезно будет пользоваться. Ну, это тупая штука, которая хренит себе вектора IST NOT. То есть, понятно, когда у вас вырастет VAR, и у вас будет много каких-то условий, то вы хотите их положить в какой-то вектор IST или LIST. Вот. И удобно сделать такую вот абстракцию, она немного сэкономит вам входа. И понятно, как нам распознавать какую-то посредственность VAR для листа. Давайте мы это напишем. Это будет что-то типа такого. VAR clause. На самом деле парсить следующим образом. что у нас есть какой-то, давайте так сделаем, фильтр, который будет сдаваться, давайте пока сделаем очень простой пример такого вида, что это будет какой-то name будет меньше, чем какой-то int. как мы это задаем-то? Number, name, clouted. А, number. Да. Меньше какого-то number. Вот. И все. Это будет такой фильтр у нас, который будет как-то создаваться. Тут сами допишем. Но не очень интересно. И вот тут в VAR clause мы что сделаем? Мы в VAR clause скажем следующее, что VAR clause может состоять, во-первых, как из фильтра. И мы в этом случае сделаем то-то, 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 то-то. Он может состоять из чего? Из фильтра and VAR clause. И мы тоже там что-то, что-то сделаем. И он может состоять, например, из фильтра or VAR clause. И вот это будет что-то, что-то, что-то. Вот. И так мы, например, можем с вами задать вот такие вот условия. VAR. И важно что-то подметить. Смотрите. Мы сделаем небольшую базу. А именно, именно вот, смотрите. Пусть мы находимся здесь. И вот мы встретили тут фильтр. Как думаете, чему надо сказать, что будет равняться вот здесь вот фильтр? Ну, надо как-то из внутреннего значения получить name и number. Ну, смотри. Name и number, да, у тебя вот как-то. Вот если мы сделали какой-то new new filter, да, в который и так уже положили name, да, и положили number. В целом нам вот эти вот теперь сам фильтр, как бы, не нужно доставать name и number. Мы просто можем этот объект куда-то положить. Вопрос куда? И сам, на самом деле, хороший ответ будет следующий. А давайте вот, раз мы сейчас находимся в некоторой, по сути, базе рекурсии, да, то давайте вот прям тут мы создадим новый лист. Давайте посмотрим, как у нас вообще инициализируется лист. Лист инициализируется от одного объекта shared PTR. Да? Да. И как он является конструктором у листа? У листа конструктор следующий. То, что он просто в лист кладет единственный элемент, который мы сейчас ему передали. Так давайте так и сделаем. Скажем, что new лист равняется тот фильтр, который туда передали. А вот теперь, да, смотрите, когда мы сделали фильтр and where clouds, означает, что where clouds у нас уже проинициализировался, там как-то раскрылся. И значит, в какой-то момент он пришел до фильтра. А значит, лист уже создан. Поэтому мы можем сказать такую вот штуку, что на самом деле мы, текущие, будем равняться третьему аргументу. И теперь к нам, текущим, мы лист теперь, да, мы сделаем append от первого. Понятно, что я сделал, да? То есть мы помним всем, что выражение раскрывается рекурсивно, в какой-то момент мы доходим до базы, там создаем лист, а теперь этот лист прокидывается обратно. И у нас есть уже валидный shared PTR на этот лист. Мы говорим, что мы теперь тоже указатель на этот shared PTR, и мы теперь к этому листу добавляем еще один фильтр. В общем, это append. И теперь where clouds раскроется на самом деле в один shared PTR на лист, в котором тупо в векторе лежат все эти фильтры. Единственное, что не очень хорошо, да, я сделал, то, что, смотрите, мы теряем информацию, был ent или or, да, то есть мы положили все эти списки, вот просто, но это уже самое, додумайтесь, как это обойти. Ну, вот такой вот паттерн, когда у нас раскручивается вот так вот длинно, это вот тоже полезный фокус, который надо уметь делать. Понятно? Да, понятно. Ага. Так, что я еще забыл рассказать? Немного с приоритетом операции непонятно, как его использовать. То есть сейчас мы все слева-направо разбирали? Мы сейчас слева-направо все разбирали. В каком плане? Ну, вот ent и or. Да. То есть надо как-то сделать, чтобы ent был более приоритетным, чем or. Это... Ну, наоборот. Ага, окей. Ну, смотри. Вот вся проблема в рейтмических выражениях, она решается вот тут вот так. Да, поэтому, ну, на самом деле, несложно сказать что-то типа, видимо, просто мы должны написать, что... Что у нас в приоритете? У нас же в приоритете ent, да? То есть мы говорим, что left-end и left-or. И это будет говорить о том, что... Наоборот, наоборот. Вот, конечно, да, 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 да. Спасибо, left-or. Вот. Это, на самом деле, будет значить то, что у нас ent приоритетнее чем or. Да, но все равно же у нас very close — это фильтр, ent или or. То есть там один фильтр может быть. Но это не будет влиять на parsing. Так, по-аним, смотри, у нас специально же есть база, что когда один фильтр, или я тебя не очень понимаю. Ну, вот, допустим, у нас идет фильтр, ent, фильтр, ent и or-фильтр. У нас or должен быть приоритетнее, да? Но у нас же распарсится фильтр and wear close. А, ты так боишься? Нет, это не так распарсится. Или так? Сейчас. Хорошая проблема. Проблема, проблема, проблема. Сейчас. Так, or. Типа да, то, что у нас слева эта штука идет. Ага, то, что слева фильтр. А, нет, подожди, а почему она так распарсится? Казалось, когда мы задали сейчас приоритеты, то что произойдет? Ты говоришь о том, что у нас есть... Вообще... Окей, ладно. Давай так напишем. Ты хочешь, чтобы вот это была самая приоритетная операция, допустим. Окей, хорошо. Давай посмотрим, сможет ли он распарсить, когда мы выдали приоритеты так, как мы хотим. Вот, он сначала окей, идет, видит, что or приоритетная операция, and skip it. Пытается распарсить f2, or f3. Он видит для этого специальное правило. Он видит для этого правила filter or where clause. Согласен? Но у нас же where clause – это все выражение. Нет, почему? Смотри, вот, where clause – это просто and term. Ну вот, помнишь контекстоводную грамматику? Ну да. Ну, которая тебе говорит о том, что у тебя есть какой-то терм, который может как-то раскрываться. Соответственно, если мы сейчас можем применить как-то наше правило, то все раскроется как нужно. Ну, просто почему в where clause применяется только к f2, or f3, и не замечает f1 and? То есть, как будто бы это уже слишком магия происходит. Нет, почему? В смысле, еще раз. Когда мы выставили приоритеты, он, если видит, что есть or, да, типа... Еще раз, это же, это что такое? Вот, LR автомат. Ну, хорошо, но у нас where clause в самом начале – это все вот это выражение? Смотри, блин, я не понимаю твоего вопроса, я понимаю, что ты имеешь в виду. Where clause – это просто, ну вот, некоторое правило. То есть, у тебя автомат будет пытаться как-то распартить твою строку. То есть, итогово, да, мы захотим хранить весь where clause, которая финальная срока, которая будет отвечать все вот этому вот. Но каждый из отдельных токенов будет тоже where clause. Она рекрусивно через себя же определяется. Изначально вот, то есть, F3 будет where clause, потом F2, F3 будет where clause. У тебя будет много... Ну, как сказать, вот, если посмотреть на это дерево... Ну, ладно, окей, давай посмотрим. Вот если смотреть на это дерево, да, именно parse 3, то у тебя как? У тебя будет из where clause идти в стрелочке тоже where clause. То есть, where clause – это не просто одна вот эта вот строка вся целиком. То есть, на деле, в разборе у тебя будет вот много этих where clause. То есть, во-первых, каждый из этих токенов будет where clause, а потом над этими токенами where clause они как-то выстроятся в дерево. И тут всего два варианта, как они могут выстроиться в дерево. Тут есть... То есть, окей, как придет парсинг-то? Давай вот так проговорим сначала. То есть, у тебя сначала F1, F2 и F3, вот эти три фильтра, они превращаются в where clause, а дальше будет у нашего парсера вариант как? Вот сказать, что вот это вот where clause сначала, или сказать, что вот это вот where clause сначала. За это отвечает уже приоритет, который мы расставили. Если мы решали правильный паралитет, то он вот это вот при выражении пройдет where clause. Окей, теперь у нас осталось два выражения where clause. Это вот такое вот и вот такое вот. И он увидит, что их может соединить с помощью end-а и возьмет их и соединет. Ну, обман небольшой сейчас сделал, потому что у нас фильтры конечные токены. То есть, он на самом деле наоборот сделает. Он F1, F2 пройдет в фильтры. Если все еще непонятно, давай дерево нарисуем, как этот будет разбор выглядеть. Хочешь? Ну, мне вот... Я понимаю, о чем ты говоришь, но я не понимаю. Вот у нас есть, допустим, where F1 and F2 or F3. У нас where clause стала F1 and F2 or F3. Ну, и оно заходит в свою вот 98-ую строку и такое видит, что мы подходим по второму правилу. Оно его применяет. Почему оно должно применять третье правило? Почему оно должно строить дерево в другом порядке? А, почему вот в таком порядке? То есть, почему оно не вот это вот использует? Так, потому что мы явно прописали приоритет того. Да, но у нас тут в 90... В сотой строке у нас фильтр and where clause, а не where clause and where clause. То есть, оно единственным способом может распариваться, когда фильтр в начале остался. А, окей, то есть ты сейчас говоришь о следующем. Сейчас. Ага, сейчас. Ага. Так, ну подожди, сейчас еще раз А можешь повторить свою последовательность операций? Я пока сейчас думал, забыл Что ты делал? Ну вот у нас есть Вот это все, это very close У нас very close разбивается на фильтр and или or very close И если мы сразу зайдем, мы в фильтр поставим f1 просто и применим вторую операцию То есть у нас как бы нет тут выбора между 97 и 98 строкой У нас может примениться только 97 и порядок операций, но вообще не важно Я понял, окей Понял, окей Ты говоришь, что Ну давай сейчас сделаем максимально тупую штуку, наверное Во-первых, мы можем сейчас это протестить Потому что сходу сейчас мне тяжело тебе ответить Так 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 Смотри Смотри Я бы пока сейчас свесил следующим образом, что Мне что не нравится в своих рассуждениях Что ты говоришь о том, что Типа у тебя автомат принимает сразу решение Что вот это вот будет являться фильтром И из-за того, что у нас правило фильтр А потом идет where close Да, то мы все Дальше уже как бы выборе обречены Вот на самом деле Это не совсем так должно происходить Когда мы делаем некоторый приоритет операций Это должно не так Но сейчас я не могу тебе прям привести пример И объяснить, почему так Насколько я всегда понимал, когда строил такие штуки Что когда мы выставляем приоритет То он, в самом деле, не принимает решения До тех пор, пока он там Ну, как сказать То есть он должен, наоборот, мыслить следующим образом Что он не будет говорить о том, что действительно Вот это вот сейчас сразу фильтр А он будет мыслить о том, что вот он встретил вору Которая более приятная операция Он пытаться будет вокруг нее вертяться Он видит вот это вот правило И пытается раскрыть относительно него Вот почему это так, типа А не с моих слов Надо, чтобы я что-то скинул в пруфы Окей, я запишу Может там какие-нибудь правила Тогда надо было добавить По типу where close Or where close Там where close and where close Нет, так точно никто не делает А, потому что там не получится По одному добавлять, да? Ну вот в данном случае у нас Слева остается where close Да, например Нет, подожди, ну вот смотри Еще раз, вот была какая проблема То есть то, что если мы говорим, что F1 это фильтр То по нашим правилам мы сразу видим Enter или Or, никакого варианта нет Можем отсюда вертеться Но сейчас, подождите Если мы начнем крутиться от Or То что произойдет? То мы никак Ну да, надо Надо это как-то по-другому с этим бороться Так нет, ой, ой, боже Я так затупил сейчас, жесть Так нет, подождите Сейчас Мы же вообще в любом случае Какой бы приоритет у нас не был Вот что, почему Вот это вообще все идет нафиг Ну, во-первых, да По той причине, что сейчас Была обговорена А во-вторых, по более Еще другой причине Мы же все складываем в обычный вектор Мы и так теряем любые приоритеты Которые у нас просто изначально были Мы что-то по вектор складываем То есть на самом деле Вот почему с выраженниками это работает Потому что мы же там Разбираем реально вот АСС в том виде, в котором оно нужно То есть типа Сейчас мы просто все Все реализовали в строку То есть у нас бы Как мы сделали Мы поставили 2.7.3 А тут как бы реально есть Сохранение дерева Которое сохраняет этот порядок А так как мы вообще Кладем все это в список Мы теряем эти штуки Бррр Понятно, что произошло? Ну, короче, я просто Очень жестко затупил И сейчас была дискуссия Абсолютно бесполезная То есть типа Конечно, он Никакой прийти тут не смотрит Нам плевать, как он разобрал Это выражение Он же просто в тупую Кладет эти выражения Сейчас в список И никакого порядка Он не поддерживает Если мы хотим Реально какой-то порядок Между эндами и орами То нам нужно эту конструкцию Писать не так, конечно Не чтобы она в лист клалась А чтобы она клалась В виде какого-то такого СЦ-дерева Но так как у нас Типов операции на самом деле Немного У нас есть эндоры И допустим Мы запрещаем Тут какие-то скобочки писать Да, то мы можем Не знаю Внутри уже Когда все распарсилось Понять, как по этому массиву ходить Можем сначала выполнить Все энд операции А потом выполнить Все ор операции Можно, например, как-то так сделать Ну а если действительно Мы хотим приоритеты То надо вот эту вот штуку Переписать, конечно Что-то типа вида Давайте это напишем На всякий случай Вот именно как Вы сейчас говорили То, что мы хотим Wear Close Раскрыть именно через Wear Close И Wear Close